Добрый вечер, уважаемые участники форума. Добрый вечер, уважаемый Александр Юрьевич. Я представляю инициативную группу Криводарской громады Беляевского района, военный городок, который расположен в Одесской области. Обращение к вам от лица жителей нашего городка связано с вопиющей ситуацией, которая происходит в сфере жилищно-коммунальных услуг, а именно тарифов на отдохнение. За последние пять лет тарифы выросли практически в три раза. Летом 2017 года местные власти, декларировав существенное снижение тарифов, установили в нашей котельной на территории воинской части твердотопливные топлы на альтернативный топлив. В качестве топлива используются билеты. Жители разъяснительной беседы не проводили, договора не подписаны. Была только дана сельсоветом в газете районная статья о том, что это снизит на разы именно тарифы на отдохнение. Мы себе так и представляли, что сырье дешевое, а эти пилеты изготавливаются из шелухи и семечки по солнечникам, потери по доставке тепла практически нулевые, поскольку жилые дома находятся в 100-150 метрах от домов. Но ситуация сложилась совершенно наоборот. Поставщик в лице ЧП «Автогрант» тепловую энергию поставляет по цене 1600 гривен за гигакалорию. Хлебодарская ЖКХ поставляет ее, эту же тепловую энергию, в размере 2932 гривны для населения, 3372 гривны – это для бюджетников, и по 4389 гривен для остальных потребителей. При этом они заложили практически 50% потерь. Это привело к тому, что тарифы на отопление не то что подешевели, они в разы просто увеличились. На сегодняшний момент за квадратный метр жилплощади наши люди вынуждены платить 50 гривен за квадратный метр. К примеру, военный пенсионер, который получает 1600 гривен на сегодняшний момент пенсии, вынужден платить только за тепло от 2500 до 3000 гривен. Люди из последних сил и последних своих сбережений вынуждены оплачивать, поскольку поступают угрозы о судебных исках. И так же сам происходит по всем остальным коммунальным платежам. Но самое страшное, что мы обращались во все инстанции, в поселковый совет, в районную администрацию, в областную администрацию с просьбой разобраться. Но нигде утешительного ответа мы не получаем. Разбирайтесь сами, не наше дело. Платите. Самый выбьющий ответ сами вы на вал. Это такой был ответ. Уважаемый Александр Юрьевич, Вы наша последняя надежда на справедливость. Хочу передать Вам от нашей громады наказ в Вашу предвыходную кампанию. Разобраться с нашей ситуацией, когда людей просто загнали в угол. Разобраться в экономической обоснованности данных тарифов, которые привели к неспособности оплачивать платежи. Разобраться с такой же ситуацией во всей Украине, поскольку таких фактов очень много. Продолжение следует...